Результаты первого этапа реализации генплана Перми могут признать неудовлетворительными, но точную оценку может дать лишь сторонняя экспертиза. Веспланы задают тренд на увеличение кредитования. Центробанк привел данные по объему займов в различных отраслях. Пермский свинокомплекс может стать банкротом. Задолженность предприятия перед Перми энергосбытом превышает сотню миллионов рублей. РБК продолжает новости при Каме. В студии Рустам Багизов. Здравствуйте. Чтобы признать результаты первого этапа реализации генплана Перми неудовлетворительными, необходимо привлекать стороннюю экспертизу. Об этом РБК рассказали эксперты рынка. При этом стоимость такого исследования может достигать несколько десятков миллионов рублей. Она может оценить, по каким именно параметрам генплан не исполнен. Сегодня на заседании Гордумы отмечено, что первый этап реализации генплана могут признать неудовлетворительными. Ведь в части выполнения мероприятий по созданию объектов капстроительства, это транспортная инфраструктура, ливневая канализация и другие, исполнено лишь 19 мероприятий, при этом не исполнено 62. В части размещения инженерной инфраструктуры, ввода газа, теплоэлектроснабжения, предусмотренных соответствующими программами, исполнено 21, а не исполнено в 5 раз больше, 109 мероприятий. Пониженную результативность выполнения администрация объясняет дефицитом средств бюджета Перми и выполнением других приоритетных мероприятий. Причин тому, ну она не одна, их несколько безусловно, это и изменение законодательства в какой-то части, но в основном, и об этом сегодня тоже говорили, это, к сожалению, не очень высокая исполнительская дисциплина наших чиновников, нашей исполнительной власти. На каком-то этапе мы все вместе перестали воспринимать генеральный план как некую истину, как стратегию и тактику развития города. Регламент сегодняшнего заседания Думы не предполагал оценочную позицию депутатов на выступление. В итоге было решено поставить вопрос в повестку сентябрьского заседания для того, чтобы иметь возможность сдать экспертное оценочное мнение и увидеть динамику реализации программ. Эксперты отмечают, при таких темпах реализации плана второй этап, который рассчитан на 2017-2022 годы, может быть кардинально изменен, но он требует актуализации. В Пермском крае за год объем кредитов в отрасли оптовой и розничной торговли снизился более чем на 3,5 миллиарда рублей. Данные приводит Центробанк. Согласно опубликованным данным в этом сегменте, объем займов снизился более чем на 20% и составляет 12 миллиардов рублей. Объем займов в сфере производства машин и оборудования на 1 мая 2017-го преодолел по отметку в 5 миллиардов. За год снижения почти вдвое на 4 миллиарда рублей. Самую высокую отрицательную динамику показывает сельское хозяйство. Спад показателей более чем в 8 раз. Показатель на 1 мая этого года менее 700 миллионов рублей. Химическое производство, напротив, выросло почти на 10 миллиардов. Чуть ниже динамика в сфере операции с недвижимым имуществом. Объем займов обрабатывающих производств достиг 37,5 миллиардов рублей. Положительная динамика за год более 80%. В строительной отрасли объем займов вырос на четверть и превысил 2 миллиарда рублей. Растет внутренний спрос. Он растет и от физических лиц. То есть товары можно производить, оборудование можно закупать. Это обычная ситуация экономическая для всех стран мира происходит именно так. Есть спрос, есть предложение. Но и предприятия, это юридические лица, потому что вот в этой таблице, о которой мы говорим, речь идет о юридических лицах, они повышают спрос на оборудование, на целье, на материалы отсюда и повышается инвестиционная активность. Аналитики также добавляют, что на протяжении последних трех лет инвестоактивность предприятий снижалась. Однако в последнее время наблюдается более устойчивый экономический рост кредитования. По всем видам деятельности и общий объем кредитов, предоставленных юрлицам, к примеру, составило почти 90 миллиардов рублей, это на 42% выше, чем годом ранее. Ну и тенденция до конца года останется, даже если небольшой, но рост по-прежнему будет, резюмируют эксперты. На рассмотрение арбитража Омской области из Пермского суда поступило заявление о банкротстве ООО «Свинокомплекс» «Ударный», входящего в группу «Синергия», а МИЧИ задолжали перманергосбыту почти 9,5 миллионов рублей. Параллельно перманергосбыт обратился в арбитраж приками сысков о банкротстве акционерного общества «Пермский свинокомплекс». С требованием признания несостоятельности одного из предприятий, входящего в Омскую группу «Синергия», энергетики уже обращались в прошлом году. 20 июня перманергосбыт даже обесточивал комплекс, правда, отключение носило кратковременный характер. Сейчас, по данным энергетиков, задолженность перед ними составляет порядка 120 миллионов рублей. Арендаторы говорят о долге менее 50 миллионов. Ну и вице-премьер правительства края Алексей Чибисов назвал ситуацию рабочей, которая будет урегулирована. В частности, может быть создан новый график погашения задолженности. Но гендиректор «Синергия» Александр Печорский отмечал, что стороны готовятся к заключению мирового соглашения и рассрочек платежей. Далее на РБК о погоде. Следующий выпуск новостей уже через час. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова